Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второй книге Царства. И мы сегодня будем читать 23 главу этой книги. Вот последние слова Давида, по имени Господи, царя Давида и всю кротость его. Из речения Давида, сына Иесеева, из речения мужа, поставленного высоко помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. Вот такими удивительными словами восхваляется Давид, «Как сладостный певец, прославляющий Господа в Израиле, то есть в народе Божьем, как сын благочестивых родителей, как высоко поставленный, превознесенный помазанник Божий». И далее звучат эти последние слова, которые начинаются таким образом. «Дух Господен говорит во мне, и слово его на языке у меня». Давайте посмотрим, какое истолкование есть у отцов церкви на эти слова царя Давида. Кирилл Иерусалимский пишет, «При Моисеи дух давался через рукоположение, и Петр дает дух через рукоположение, а на тебя во время крещения сойдет благодать. А таким образом не говорю, каким образом это произойдет, ибо сие неведомо, ибо еще не время. О Самуиле и Давиде ясно написано в книгах царств, как они духом святым сами пророчествовали и были начальниками других пророков. Самуил называется прозорливцем, а Давид ясно говорит, «Дух Господен сказал во мне». И в псалмах «Духа твоего святого не отними от меня». И в другом месте «Дух твой благий доведет меня в землю правды». Вот так Кирилл Иерусалимский подчеркивает значение вот этой фразы умирающего Давида, что это был пророк, который настолько сроднился с Духом Божьим, что в нем говорил этот Дух. Например, на царя Саула тоже сходил Дух, и даже дважды. Но это такой эпизодический момент. Давид был духоносцем, как и апостол Павел был христоносцем, когда говорил, «Не я живу, но живет во мне Христос». И вот так соединиться с Богом – это и есть состояние особой близости с Богом. И как это не покажется кому-то странным, мы все переживаем нечто подобное в момент святого причастия, когда Господь, Бога-человек Христос и Иисус входит внутрь нас в святых дарах тела и крови. Итак, Давид восклицает, «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Почему такая двойственность? Почему недостаточно сказать, что Дух Господень говорит во мне? И вот это добавление – «Ремис» – «и слово его на языке у меня». Этим самым он показывает, что Дух Божий, который говорил в нем, он не утаивал слова этого Духа Божия. Эти же слова были на языке у Давида, когда он доносил до людей слово Божие, раскрывая перед ними его волю. «Сказал Бог Израилев, говорил о мне, скала Израилева, владычествующая над людьми, будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли». Вот такое было пророчество удивительное о Давиде, его служении. Это действительно было начало теократической монархии, пророческой, теократической монархии. И Давид как первенец, царь, пророк, действующий как первосвященник, наделенный особыми полномочиями, псалмопевец. Это как бы идеал человека, к которому мы должны стремиться. Но мирянин, христианин может подумать, это может быть пример для царей. Нет. Каждый христианин, как написано в Новом Завете, все мы – царственное священство по благодати. Царственное священство. То есть каждый из нас по благодати, он и священник, потому что может молиться на всяком месте и благословлять своих домашних, и царь, потому что, зная заповеди Божии, поступая по ним, человек действует как царь в этом мире. А то, что Христос обитает в нас, так не только о Христе сказано. Апостол Павел пишет, «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым данным нам». Таким образом, и Христос, и Дух Святой, а где Бог – Сын, и Бог – Дух Святой, там и Бог – Отец. Человек должен стать кущей, скиней для обитания Бога. И Господь хочет вселиться в сердца наши, сказано, «Верую вселиться Христу в сердца наши». Таким образом, мы через Христа действием Духа Святаго усыновляемся Богу Отцу. И сей самый Дух, Дух Божий, кричит, вопиет, «Ава, Отче!» «Как Христос вопиял, обращаясь к Отцу Небесному, Ава, Отче!» А это был расцвет нового человечества, духоносных людей, поэтому 4 стих мы читаем, «И как на рассвете утро, при восходе солнца, на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли». То есть нечто подобное и теперь. «Не так ли дом мой у Бога, ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный, не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое, а нечестивые будут, как выборожная терния, которого не берут рукою. Но кто касается его, вооружается железом или деревом, древом копья и огнем, сожигает его на месте». Вот здесь такой образ, с одной стороны дом праведного человека, где открыто общение с Богом, а есть путь, где дом, душа человека, вся заросла репейником греховных сомнений, предубеждений, суеверий, пороков, беззаконий и грехов. Обычно дачный участок зарастает репейником в том случае, если туда никто не приезжает и ничего не делает. Один писатель сказал, «Святой – это тот, который начал что-то делать». Действительно, когда человек предпринимает усилия в сторону собственного исправления, мир начинает бедяться вокруг него. И хотя дом Давида был одним из самых малых домов в Израиле, в народе Божьем, Господь возвысил этот дом. И далее мы читаем, «Вот имена храбрых у Давида, сообщив о том, как уничтожают репейник, как не рукою его берут, а берут палку, выкашивают металлом, поджигают, сообщив об этом, далее умирающий Давид восклицает. «Вот имена храбрых у Давида. Избосев, а хаманитянин, главный из трех, он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз». Мы можем предположить, что эти слова тоже говорит Давид или автор этой книги, но то, что они связаны вот с тем, как надо справляться с грехами, это не случайно. Потому что давайте вспомним семь народов ханаана, которых должны были прогнать еврея в понимании святых отцов, это семь смертных грехов, от которых мы должны очиститься, перейдя через Иордан, то есть пройдя через крещение и войдя в землю обетованную, то есть приближаясь к Царствию Божию. И вот эти богатыри, эти храбрые люди, они были наделены благодатью, но не в силе Бог, а в правде. Поэтому мы видим из книг царств, что от них требовалось соблюдение чистоты даже на войне. и царь Саул выговаривал своим воинам, когда они ели мясо с кровью, и царь Давид знал, чисты ли сосуды его отроков или нет. Этим вопросом придавали значение, потому что закон Божий устанавливал, что воинский лагерь должен быть в чистоте, так, что каждый воин имел лопатку, он закапывал свои испражнения и засыпал землею, каждый должен был совершать омовение, то есть люди становились поистине богатырями, прежде всего состоявшись в благодати, следя за своей чистотою, потому что действительно Бог не в силе и а в правде. По нем, то есть после этого богатыря, Елизар, сын Додо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызвали филистимлян, собравшиеся на войну. Здесь уже видно, что речь как бы умирающего Давида прорывается и говорится о тех людях, которые были особо отличившиеся в его дни воины. Израильтяне вышли против них и они стали поражать филистимлян до того, что рука его утомилась этого героя и прилипла к мечу и даровал Господь в тот день великую победу и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. То есть речь идет о Елизаре, сын Додо, сын Ахохи, Ахохи, что он так воинствовал, что его рука прилипла к мечу и он не мог ее буквально отодрать. И это была его победа, потому что те, которые с ним пошли, они пошли не помогать ему, а обирать убитых, то есть заниматься мародерством. За ним, то есть следующий герой, Шамма, сын Аге, гароретянин, когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицей, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Здесь описывается случай, когда герой Шамма, сын Аге, гарориянин, во время битвы, когда филистимляне стали напирать, народ изнемог и стали отступать, но этот юноша, Шамма, он встал посреди поля, возможно, он сеял это поле, он оберегал это поле, чечевичное поле, а почему он должен отдавать хотя бы пять чечевичного поля врагу, как наши предки говорили, чужой земли не надо нам ни пяде, но и своей врагу не отдадим, и вот он проявляет это мужество, дерзновенно остановился в то время, когда другие бежали, и, наверное, этот пример вдохновил других, они тоже остановились, а куда бежать, с чечевичного поля на пшеничное, с пшеничного прятаться в винограднике, а потом в горах, а потом вообще в Египет, что ли, бежать, начав сдавать свои позиции, мы можем сдать одну за другую и все потерять, и без всего остаться, этому научает нас этот текст, и сказано, что когда люди проявили такую принципиальность, и даровал тогда Господь великую победу, и далее, трое сих, главный из тридцати вождей, пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адуллам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рифаимов, Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме, и захотел Давид пить и сказал, кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот. Почему вот такая детализация? Он готовился к смерти, как каждый воин готовился к смерти, и он захотел пить из того колодца, конкретного колодца Вифлеемского, что у ворот, это значит в детстве он пил оттуда воду. Казалось бы, какая разница вода из одного колодца и из другого? Да нет. Если это твоя родина, ты мальчиком ходил на этот колодец, ты пил воду там, ты приносил ее домой, и вот он высказывает такое пожелание. Давайте посмотрим, что отцы рассуждают по этому поводу. Григорий Великий в своих гамильях на Евангелие, Григорий Великий это Папа Римский, в нашей традиции он называется Григорий Двоеслов. Позже, когда Давид сидел напротив вражеских рядов, он сильно захотел выпить воды из колодезя. Отборные воины пробились сквозь вражеские отряды и невредимыми вернулись с водою, которую так сильно желал царь, но муж, наученный собственными бичами, тут же упрекнул себя за то, что подверг опасности своих воинов, захотев воды. И он вылил ее во славу Господа, как написано, и вылил ее во славу Господу. Вода, вылитая им, превратилась в жертву Господу, потому что он убил грех страстного желания, раскаянием человек, который никогда не страшился даже выжелать что-то чужое, чужую жену, теперь убоялся желания выпить воды, которую он имел право пить, потому что он изменился, помня, что совершил что-то запретное, он строго оценивал себя и воздерживался даже от того, что было дозволено. Вот такое интересное объяснение дает Григорий Великий, и мы остановим на нем внимание, он рассуждает о том, что Давид по-своему был дерзкий человек, захотел чужую жену, забрал ее себе, а тут он захотел воды, на которой он имел право, он родился в Вифлееме, в Бетлахеме, в этом доме хлеба, он знает этот колодец, он знает вкус этой воды, но когда с таким риском воины выполнили волю царя, они кровью своей рисковали, он понял, что если он просто выпьет и не почтит ею Господа, таким образом почтив послушание этих воинов, это будет дерзость, и он во славу Господа изливает эту воду, и смотрите, как об этом говорится, тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду, но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа, и сказал «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это, не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни, и не захотел пить ее, вот, что сделали эти трое храбрых». Ну, понятно, что они это сделали, зачем нам это повторять? Они преподали урок своему царю, они остудили его дерзость. Подайте ко мне воды там с такого-то места, там целая армия стоит. А вот что пишет Амруси Медиаланский, это вот трактат об Иакове блаженной жизни, о Давиде и о том событии, которое сегодня мы изучаем. «Кого из мужей найдем лучше и сильнее, чем святой Давид? И вот он захотел воды из колодези Вифлеемского, хотя он был отрезан неприятельским войском. От желания он не мог избавиться, но он смог его усмирить. Мы не обнаруживаем, что и другим не хватало воды, хотя войско было многочисленным, и, разумеется, потребность царя в воде была значительно меньше, с учетом того, что рядом находились и другие источники. Однако он испытал нечто вроде необъяснимой страсти, захотев той воды, которая находилась в самом окружении врагов, так что нельзя было ее добыть без огромного риска. Тогда он сказал, кто напоит меня водою от колодезя Вифлеемского, что у ворот. Когда же нашлись трое мужей, готовых пробиться сквозь вражеский лагерь и принести воду, которую так сильно жаждал царь, он понял, что получит воду ценою опасности для них, и тогда он вылил воду во славу Господа, чтобы не выглядеть пьющим кровь добывших ее. Вот здесь Амбросий Медиаланский указывает на то, что если что-то представляет ценность, так как это добыто усилиями многих и многих, ты не должен к этому относиться легкомысленно или немедленно посвяти это Господу или верни тем, которые и добыли это необходимое. И далее Амбросий пишет, это происшествие свидетельствует о том, что неуправляемая страсть опережает разум, но разум способен противостоять неразумной страсти. Да, страсть опередила разум. Хочу вот этой воды. И тут была вода, и тут была вода. И когда принесли, все-таки он пришел в себя, все-таки он опомнился, все-таки он одумался. Давид испытывал то, что свойственно человеку неразумному, неразумную страсть одолел, а человек неразумный лелеет ее в себе. Но похвально то, что он, Давид, неразумную страсть поборол разумным образом, средством, которое оказалось под рукой. Хвалю мужей, которые устыдились страсти своего царя и предпочли довести до конца его постыдные желания, несмотря на опасность для их жизни. Но более хвалю того, кто устыдился в своем желании опасностью для других и сравнивал с кровью воду, добытую ценою сомнительного жребия. Вот здесь в окончании этого объяснения Бросим и Диаланский настаивает на том, что вот эти воины, они бросились за этой водою, потому что всем было очевидно, что это какая-то неразумная блажь, страсть напала на царя и побыстрее принести, чтобы царь выпил, ну и забыли бы об этом. А когда принесли за это время, Давид, который видел, как воины врубались в отряды филистимлян, он уже осознал цену капли, каждой капли той воды, которую принесли, это цена крови. И вот человек, который способен озвученное им свое неправильное решение, пересмотреть и также открыто поступить иначе первоначальному намерению, этот человек мудрый. Хуже было бы, если бы он возблагодарил Господа, выпил бы эту воду и чашку отбросил в сторону. Нет. Он понял безрассудность своего первого решения и исправил все, посвятив принесенное Создателю. Таким образом, величие многих таких людей, оно было величие духовное. И давайте посмотрим, что пишет блаженный Августин. Иоанн, не чистой еды, боюсь я, но не чистоты страсти греховной. И я знаю, что Ною дозволено было вкушать любой пищи, какая только могла насытить, и что Ильи восстанавливал силы мясом, и что Иоанн сам завидного воздержания не был замаран грехом, когда пищей его стали акриды, кузнечики. Я знаю о том, как обманут был Исаав, захотевший кушания из чечевицы, и о том, как Давид укоротил себя за то, что захотел пить, и о том, как Царь наш небесный был искушаем не мясом, а хлебами. И ведь истинной причиной тому, как прискорбно для Моисея сильно воспламенился гнев Господен, послужило не то, что народ захотел мяса, а то, что возроптал он против Господа. Из этого желания, находясь среди этих искушений, постоянно, я борюсь с желанием пить и вкушать. То есть, Блашин Августин научился у Давида, а, правильно сказать, через подвиг этих трех воинов, с осторожностью вкушать каждый кусок хлеба и пить каждый глоток воды, потому что, действительно, все, что посылает нам Господь, Он посылает нам по своей воле, по своей благодати, и мы должны все это оберегать, всем этим без сомнения дорожить. Но пойдемте дальше, друзья. Далее мы читаем. И Авеса, брат Иава, сын Саруин, был главным из трех, он убил копьем своим триста человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. То есть упоминаются не только самые великие, но и все те, которые отличились в боях, потому что в войны Давида, помните, как Авегея сказала Давиду, воины Господни ты ведешь. И каждый участник такой войны, он оказался заслуженным быть отмеченным. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий, по делам, из Кавциила, он поразил двух сыновей Ариила Моавицкого, он же сошел и убил льва во рве в снежное время, он же убил одного египтянина, человека видного, в руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкой и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодаяев, и он был в славе у трех храбрых, он был знатнее тридцати, но с теми тремя не равнялся и поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. На самом деле это дерзость о Господе прыгнуть в пещеру зимою на льва или броситься на египтянина, у которого копье, мощный богатырь, а он с палкой отнял копье и этим копьем погубил его. Это дерзновение о Господе. Может быть, то дерзновение, которого недостает современным христианам мы в состоянии ладыкийской спячки самодовольства и самолюбования. У нас нету горения. У нас не только горения нету, у нас уже и нету проблем хлада греховного, так, чтобы человек искал бы выход из этой ситуации. Помните, как в Апокалипсисе сказано, если бы ты был холоден, то есть устал уже от грехов или горяч согревал других святостью, но так, как ты тёпел, извергну тебя из уст своих. Холодное, оно стремится инстинктивно к теплу, горячее согревает других, и только тёпло-хладное христианство. Это очень опасное явление. Господь извергает из уст своих таковых. Вот имена сильных царя Давида Асаил, брат Иава в числе тридцати, Ельханан, сын Дудо, из Вифлеема, Шама Харадитянин, Елика Харадитянин, Херец Политянин, Ира, сын Экеша, Фокитянин, Евиезер, Анафафянин, Мебунай, Хушатянин, Цалмон, Ахотитянин, Магарай, не то Фафянин, и Халев, сын Базы, не то Фафянин, Итан, сын Рибая, Изгивы, сынов Вианиминовых, и дальше перечисляются другие имена, и в самом конце дается имя, которое мы знаем, Урия Хататиянин, всех тридцать семь. Урия Хататиянин, один из великих воинов Давида, тот самый, которого Давид погубил своим вожделением. Ничего имя не забыто, заслуги, подвиги каждого, они присутствуют в памятной книге Божьей, записаны имена таких людей, каждое наше доброе деяние учтено, и в целом вот эта двадцать третья глава, она, конечно же, учит нас дорожить деяниями тех, которые трудятся рядом с нами, выполняя дело Божие. И вот то, как Давид оценил ту воду, которую принесли ему три воина, пробившись колодцу, у ворот Вифлеема, вот он ее не смог пить, он ее вылил во славу Божию, так и мы должны оценивать помощь каждого человека, например, кто-то на приходе возит батюшку на машине посещать больных, кто-то добровольно убирается в храме, кто-то помогает чистить подсвечники, любое служение, связанное с храмом Божьим, с помощью больным, пострадавшим, оно учтено в глазах Бога. И подлинный героизм, он проявляется не только на войне, он проявляется и в том терпении, которое проявляет человек, например, живя среди неверующих и не раздражаясь, по-прежнему с любовью относящихся к ним. Подлинный героизм проявляют эти родители, которые, несмотря на сомнения детей, продолжают бороться за них, чтобы помочь им избавиться от репейников в заблуждении. Подлинный героизм это когда мать борется за сына, отец борется за сына, как тот воин, который взял палку и поколотил льва, взял палку и у египтянина отнял копье. Этот египтянин, дьявол, он стоит и злится на народ Божий, а лев это тоже образ дьявола, сказано, что дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить. Научимся отгонять от себя и от наших близких таких противников, но при этом будем помнить, что наша брань не против плоти и крови, а против сил злобы поднебесной. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова